Привет, меня зовут Ира Воронцова, и у нас наконец-то наступило лето, с чем вас всех и поздравляю! Я уже даже не могу представить, что я выйду на улицу без пиджака, без какой-то курточки джинсовой, но это наконец-то случилось! Лето! Но сегодня не об этом, а поговорим, наверное, о переезде и расхламлении. И даже если вы не собираетесь никуда переезжать, это видео тоже вам будет полезно, потому что расхламление само по себе очень полезное дело. Это был глобальный переезд в квартиру, но я даже не подозревала, что у меня настолько много вещей может поместиться в однокомнатную квартиру. Если вы давно смотрите мой канал, вы знаете, что я принимала участие в челлендже «Расхламление за 30 дней». Я бы не сказала, что я словила кайф от этого челленджа, потому что мало того, что ты просто расхламляешь жилище, так тебе нужно отчитаться, снять видео, что ты проделала, и это должно входить в 30 дней. Но я понимаю, что это было тогда необходимо. У меня тогда в квартире накопилось очень много мелочей, которые нужно было выбросить. Поэтому в этот раз я не буду так делать, я не буду четко ставить такой короткий термин для этого, а буду делать организацию и расхламление в свое удовольствие. Я могу рассказать о том, как наш переезд проходил. Он проходил необычно, и как он должен проходить. Я к переезду готовилась заранее, где-то за месяц 3 до него. Я никуда не спешила, медленно разбирала и готовила вещи, паковала их по коробочкам, подписывала все. Так как я знала, что в первое время мы не сможем купить мебель, и все будет находиться в таком непонятном состоянии. Одну треть вещей я сложила действительно по правилам, расхламила, упаковала, подписала. Но потом подготовка к правильному переезду закончилась, потому что, во-первых, у меня заболела дочка, потом муж уехал в командировку и тоже заболел, и все вокруг все болели. Остальные вещи мне пришлось собирать в срочном порядке буквально за день-два до переезда. Вещи, которые я не успела упаковать, вкладывали мои родственники, за что им огромное спасибо. Расхламлением занялась я неделю назад, у меня появились первые результаты. Итак, за прошедшую неделю я разобрала все детские вещи, аккуратно их сложила и приготовила, чтобы отдать будущей мамочке. Определила день, когда я буду это все отдавать. И, наверное, когда выйдет это видео, я уже их отдам. Также я поняла, что стульчик для кормления уже нам не нужен, потому что дочка выросла, поэтому его нужно помыть, сложить, чтобы он не занимал много места в квартире. На первый взгляд, это немного работы, но чтобы перебрать все детские вещи, для этого нужно много сил и времени, которого у родителей не так уж и много. И вообще, девочки, мне интересно знать, как вы часто занимаетесь расхламлением. У меня где-то это получается глобально раз полгода. Я буду предоставлять вам отчет каждые 2-3 недели о том, как у меня идет процесс расхламления. Чего я не ставлю себе четких сроков, как якобы должно быть. Мне не нравится подход, когда я сама перед собой чем-то обязана. И вот я знаю, что каждый день мне нужно выкинуть 5 вещей, а я этого не сделала. Меня мучает этот вопрос, а боже, я это не сделала. Кому это надо? Если я буду что-то не успевать, у меня будет это вызывать только негативные эмоции, а мне это точно не нужно. Я человек, который любит ставить четкие цели. Цель – предоставлять вам видеоотчет и таким образом себя контролировать, чтобы не сидеть на месте. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх. Рассказывайте о своем опыте переезда, о своем опыте на ведение порядка в доме. А мы увидимся с вами совсем скоро в новых видео. Целую крепко. Всем привет! Меня зовут Ирина Воронцова. Очень рада вас здесь видеть. Наконец, я снимаю видео, которое вы просили меня снять очень давно. Что же в моем холодильнике? Как я храню продукты? Знаете, сегодня очень легко будет показывать, как я храню продукты, потому что сам холодильник у меня пустой, а вот морозилка забита. То, что нужно для видео. И это видео совместное, а это значит, что вы найдете ссылки под видео на других видеоблогеров. Не забудьте перейти.